Как человечество может избавиться от войн? Был такой хороший фильм. Человек нашел кувшин с джином. И там была проблема в том, что после исполнения третьего желания человек погибал. Этот, не ошибаюсь, кувшин с джином достался одному человеку. И он тоже понимал эту проблему. И он говорит, сделай так, чтобы не было войн. Желание загадал. И в этот момент исчезли все люди. Он конкурировал джином. Говорит, что за безобразие? Я же сказал, чтобы войн не было, а не людей ведь не было. Он говорит, ну ты извини, что вам Будды приходили, там святые, там учителя. И они ничего не могли сделать. Что ты хочешь от меня от простого джина? Тут, говорит, обычной магией не обойдешься. Он, в общем-то, правильные вещи говорил. Чтобы не было войн, нужно именить мировоззрение человека. Сейчас мировоззрение формирует паразиты. То есть те, кто стоит за мировым правительством. То есть мировые идеи, они паразитические. Пока эти паразитические идеи в мире властвуют, никогда войны не прекратятся. Пока у человека есть паразитическое мировоззрение, есть Соединенные Штаты, например, и они потребляют на 40% больше, если не ошибаюсь, чем производят. То есть если государство не будет паразитировать, оно умрет. Либо нужно перестраивать саму суть государства. Оно построено было так. И означает, что люди в Америке работать не умеют, и не умеют делать качественные вещи. Но хорошо и жить проще всего, когда ты грабишь других на основах сил. К демократии. Чем признак демократии? Грабеж слабого на правах силы. От идеи справедливости с очень, скажем так, неразумным подходом. Когда у тебя есть, у меня нет, я могу тебя отнять. То есть это вот эта демократия. Пока такие идеи существуют, то есть вы никак не избавитесь от войн. Вот сейчас, например, появилось ядерное оружие, как сдерживающий фактор. То есть это не означает, что если есть ядерное оружие, не будет войн. Войны тоже будут, только они будут вестись другими способами. Они будут вестись на уровне, скажем так, политики. То есть на уровне политики называется. Проиграть на Советский Союз, прежде чем его захватили, он проиграл эту политическую войну, мировоззренческую. А потом его начали раздушать изнутри. Проиграть войну можно без оружия тогда, когда у человека забирается мировоззрение. Когда люди перестают верить в себя, им подсовывают ложные идеи. Это тоже война, и она постоянно ведется. Войну можно вести экономическую. То есть она может вести без оружия. То есть называется сговор корпорации. Это тоже война. То есть таким способом можно разорять, как сейчас это делают в Штатах. Если фермер не хочет сажать ГМО, его лишают кредитов. А кредитуют банки. А банки, они под управлением практически системы. Вплоть до того, что нельзя выращивать нормальное зерно даже для себя. Потому что есть вероятность, что ты однажды из этого зерна посадишь нового урожая и откажешься от ГМОшника. Поэтому отказаться от войны можно только изменив мировоззрение людей. То есть мировоззрение заставляло их мыслить и относиться друг к другу по-другому. И другого способа закончить войны нет. За исключением той ситуации, что появится кто-то в мире, кто очень сильный. А большим ресурсом он будет диктовать всем правила. Но в принципе это то же самое мировоззрение. Тот же самый сильный, самый сильно обладающий тотальной властью, будет в общем-то диктовать морально-нравственные нормы. И будет следить за их, скажем так, поддерживанием, за их выполнением. То есть как по США, например, он в противоположном направлении сейчас работает. Частно тем, как мой знакомый говорил, по США мировой полицейский. США не мировой полицейский, а мировой бандит. И поэтому, соответственно, ситуация такая. То есть мировой бандит, главное, он диктует условия. Например, условия рынка. Что такое рынка? Если ты можешь захватить что-то, то ты захватываешь ими. И все остальные законы, они подчиняются этому первому закону. Как можно изменить мир? Как можно изменить мир, чтобы в нем не было войны, не было страданий? Для начала нужно изменить себя, изменить свое мировоззрение. А потом помочь собрать вокруг себя людей, которые будут так же мыслить, так же действовать. Как говорится, улучшать мир очагами в состоянии войны, это делается так. Причем многие вещи делаются тайно. Как это было при христианстве, когда сжигали всех людей способностями, с властью. То есть когда волхвы прятались под крышей христианской церкви. И как бы делали вид, что они христианские монахи. Фактически все христианские так называемые святые, которые реальные чудеса показывали. Они не были христианами, это были волхвы. Волхвы, которые под крышей церкви прятались, чтобы на них не было гонений. Чтобы не попадать в гигантскую войну, которую вела христианская церковь все время. И другого способа не было. То есть вели тайную войну. И пытались с помощью этой тайной войны как-то поддерживать те идеи, эти традиции, эти духовные ценности, которые изначально были. Поэтому как инструмент измени свое собственное мировоззрение. Научись, стань сильным, стань мудрым. Получи определенный потенциал, создай вокруг себя таких людей. Конечно, ты войны в прямом смысле не избежишь. Но можешь так создать ситуацию, что воевать против тебя будет сложно. Тогда, когда ты не будешь напрямую противоречить установленным законам. Как в общем-то сейчас законы сделаны так, что они внешне правильные. Но созданы так, что ими можно манипулировать. Как, например, правосудие в России. То есть там сейчас проблема в том, что судьи могут крутить законами, как захотят. То есть управы на суде очень сложно найти. Это не только, конечно, в России работает. Но в России, например, тема достаточно жесткая. То есть если там сверху кто-то решил, как это будет, то тут законам будут крутить так, чтобы его подстроить под желание того, кто управляет ситуацией. Есть еще один способ. Это обрести высокий потенциал. Выйти в своих способностях, скажем так, на уровне магии, можно вырасти духовно-психического уровня до очень больших высот. И в этом плане ты становишься недосягаемым для зла. Были такие очень интересные истории. Например, это было в России, когда во время революции был такой Гуржиев. И он научил людей определенным духовно-психическим практикам. Если не ошибаюсь, это было в Крыму или где-то в этой области. У него был свой дом или дача так называемая, где там практиковали с группой людей. Вокруг свирепсела война. То есть жгли дома, убивали людей. То есть все признаки войны. А к даче Гуржиева никто не приближался. То есть на магическом уровне была создана ситуация, когда невозможно к нему подойти. Подобную историю мне рассказывали про дзеновского мастера из Кореи. Тоже известный дзеновский мастер, который достиг высот, то есть владал магическими способностями, духовно-психическими. Во время войны, когда японцы, если не ошибаюсь, бомбили Корею, то и в Корее в одном месте стоял этот дзеновский монастырь корейский. То есть вокруг все разбомбили, там чуть ли не впрок и прах, а на монастырь не упала, в его территории ни одна бомба. То есть вот тоже способ непростой, долгий, но вы ходите на этот уровень, вы становитесь неуязвимыми. В себя вы можете создать среду, где будут люди, которые будут помогать вам усиливать среду. То есть идти только не путем Левашова, то есть не один в поле воин. То есть проблема была Левашова, что он ввязался в открытый бой, не создав армии. То есть если бы он бы жил и работал с командой тайно, более или менее, то он бы большего бы достиг в этом плане. Вообще, чтобы изменить мир, надо создать вокруг себя достаточно большую команду. Команда людей, которые меняют мир вокруг себя. Эта команда будет со временем увеличиваться. Большая часть людей, подавляющая часть людей в России, хотят жить хорошо и не желают друг другу зла. То есть в принципе людей можно вокруг себя объединить, если вы обладаете определенным потенциалом. То есть для начала нужно изменить себя и достигнуть определенных высот. И когда люди в этом направлении идущие объединяются, у них появляются возможности. В том числе и решение проблем, которые кажутся нерешаемы. Это вообще большая философская тема, и про нее можно говорить бесконечно. Гриш, я тебе напомню, что Ванечка нас живет на Украине. Украине это тоже возможно. Вот возьмите Донбасс, Луганскую и Донецкую республики. То есть они взяли, отделились. Есть тоже способы. Они создали. Но это ситуация, когда люди воюют. Но более-менее грамотно. Потому что паразит по умолчанию слабее. И он побеждает тогда, когда он находит в человеке слабое место. Находят слабые места, и тогда получается возможность побеждать. На Украине тоже можно это делать, только на Украине, скажем, территория захвачена паразитами на 95%, и там это делать сложнее. Но это делать не невозможно. Как власть однажды была захвачена на Украине, так же можно ее отбить. Но когда этим занимается 1-2 человека, то это, конечно, проблема. Когда этим занимается большая группа людей, знающие технологии, знающие психологию, умеющие правильно использовать ресурсы, то есть это тоже возможно. Например, Донбасские республики, я даже могу назвать, не республиками, а страны, сумели это сделать. Они не установили у себя рай, но не закрылись от зла. Почему остальные украинцы это не сделали? Потому что там сильно украинзированная страна. То есть на Донбассе было много русских, то есть там на Украине была сильная украинзация. Почему русские, живущие на Украине, не объединились? То есть я читал интересную информацию, что есть многие города на Украине, хотя отделение на русские украинцы, оно очень условное, где там 90% русских, но почему-то, когда произошла вот такая ситуация, там больше никто, кроме Донецкой республики, не заявил, что власть она незаконная, не отделился от нее. А возможность была. У всех были армии, то есть у всех было вооружение, все могли найти оружие и заявить, что они... Представьте, что не Донбасские республики, а таких очагов на территории Украины было бы 20 или 50, и процентов бы 50-70 территорий сказали, что нет, мы этого не хотим. То есть власть захватить было бы очень сложно, даже учитывая то, что американцы потратили бы на это не 20 миллиардов долларов, а 40 бы. Все равно бы это было, это крайне сложно. Если это было так бы сделано, то можно было бы просить помощи России. Вот у нас переворот, то есть у нас никакие... Если большая часть населения говорит, ребята, у нас переворот, помогите нам. Как было в Афганистане, человек, который был правителем в тот момент, просил помощи, вот Россия пришла, и у Афганистана какое-то время шло развитие. Не сажали там опиум, как сейчас у американцев, сажают и охраняют. То есть шло развитие, строились фабрики, заводы, войны не было. Соответственно, то есть той войны, которая, например, того террора не было. То есть тех безобразий, бесчинств, которые сейчас происходят, то есть не было. Все ситуации на самом деле решаемые. То есть и есть ошибки, которые делают лидеры, которые помогают людям, есть ошибки, которые делает каждый конкретно взятый человек, и они изначально все равно в мировоззрении. Если у человека правильное мировоззрение изначально, если у него кругозор достаточно широкий, с этой проблемой можно справиться. То есть и Украина в общем не исключение. Украина тяжелая ситуация, но еще не критическая. То есть ситуация в Украине в том, что пока люди не натерпятся и, как говорится, не восстанут, Украину будут давить. Потому что ситуация в Украине это не проблема Соединенных Штатов, ни Англии, ни Израиля. Это проблема не европейских отдельно взятых хищников, которые хотят урвать кусок. Это проблема самих украинцев в их мировоззрении. Когда власть захватили, они посчитали, что это нормально. Они посчитали, что это нормально, вот и пожинают плоды. То есть разваливание экономики, соответственно, и уровня жизни. Поэтому люди, которые не хотят страдать, они должны выработать себе логарифм и изменить свое мировоззрение. Если это произойдет, то и страну можно будет отбить. Почему же тогда Джин убрал всех людей, а не источник зла паразитов? Дело в том, что источник зла он живет на самом деле в человеке. Один из источников зла это то, что человек поддерживает идею. Как, например, в Америке. Понятно, что американцы понимают, что убивать других людей плохо. Но когда им говорят, что да, мы будем немножко там убивать тех, кто не нравится демократии, зато вы будете хорошо жить. Как это было в Германии во времена Третьего Рейха. Я говорил людям, вот вы великие, и вы должны царствовать, править весь мир. Мы сейчас через войну этого достигнем. А каждый, кто пойдет воевать, получит 25 рабов. И вроде как бы не хотели особенно воевать, никто не хочет идти на смерть, но человеку пообещали 25 рабов бесплатно. Представьте, фермер, ему говорят, вот у тебя будет 25 человек, которые будут работать бесплатно. Человека взяли на жадность. Но плюс была критическая ситуация, был кризис. Кризис, конечно, был создан искусственно, нужно понимать, что кризисы просто так сами по себе не появляются, как во время революции. Кризис был искусственно создан, в том числе и голод был искусственно создан. Это известный фактор, в том числе, сам Ленин этим занимался, создавая искусственно голод, создавая ситуацию необходимую, то есть кризис в стране с помощью, как говорится, в мутной воде легче управлять. Джин понимал, что зло во многом живет в человеке. И когда человек с этим злом мирится, когда он думает, ну да, это плохо, но если с этого будет мне приличная выгода, то я с этим злом буду мириться. Это может быть страх, который опять же основан на мировоззрении. Есть христианская церковь, она делает людей рабов, еговые, то есть эти люди бороться за свое место под солнцем не будут, они отдадут свои ресурсы паразитам. Если будет риск большой жизни и риск того, что там погибнет они его семья, то они бороться не будут. Какое мировоззрение, такая ситуация. Если даже казаков продавили, многие там казаки, я слышал, стали христианами, то есть вроде что там общего с идеей казачества, идеей христианства, ничего, потому что казаков продавили, ходят и крестят, неправильный крест трехлистник, вот этот именно христианский крест, то есть крест раба, то есть приколотили типа Христа к кресту, то есть мы тоже себя считаем приколоченными, жертвами ситуации. Джин сделал что он мог, Джин не мог заставить людей думать по-другому. Джин мог избавить мир от людей и избавить от войны. То есть это чисто механистическое, скажем, механизм, то есть изменить мировоззрение, Джин не имел права, то есть у него, у Джина тоже есть свои полномочия, одно дело создать, предположим, мир без людей, то есть типа он мог, то есть представьте себе создать мир, в котором нет людей, то есть это возможности очень велики, очень большие возможности, то есть Джин обладал очень приличной властью, но он не обладал властью согласно космическим законам, то есть Джин не был в прямом смысле демоном, ему был в прямом смысле быть демоном, то есть как он вот тебе ядерная бомба, брось его, убей всех врагов, и у тебя войны больше не будет, но он не был демоном, поэтому он такое оружие не применил, то есть Джин не может заменить мировоззрение, он и говорил, что к вам приходили Будды, вам приходили Христы Родомеры, вам приходили, они не смогли ничего, они не смогли ваше мировоззрение поменять, вы цеплялись там за что-то, вы хотите, чтобы я сделал, а моя задача она намного меньше, чем у них, соответственно. Джин в общем все сделал правильно в принципе, исходя из своих возможностей. Субтитры создавал DimaTorzok